Поговорим о голодании. Несколько с иной стороны, как все там привыкли. Вот обычно люди думают, что если они начали голодать, все как-то у них там будет легко, просто и мягко идти. Ну просто не ешь, да и все, там что-то делается. Нет. В зависимости от поражения организма, то есть степени его поражения, качество поражения, потому что разные органы могут быть поражены. У одних легкие, у других там сердце, вот этих почек, вот четвертый желудок там и суставы и так далее, и так далее. Могут на голоде идти самые различные обострения, которые правда быстро проходят, но тем не менее эти обострения и подъем температуры, и боли, и выход каких-то ненужных для организма вещей и так далее, и так далее, и так далее. То есть это не просто, как вы там думаете, особенно если голод у вас уходит за две недели. И также вот как раз Андрей голодает, 18-е у него сутки, идет работа в сознании. То есть человек вот живет, он, будем говорить, питается, он там как-то там строит свою жизнь, у него какие-то свои мысли, так далее, так далее, так далее. Мысли это неспроста у человека бывают, которые навязывают ему привычки, образ поведения и вообще стиль жизни навязывают. И вот когда начинается голодание, то тот привычный образ жизни, который человек поддерживал, там ходил в кино, ходил по магазинам, кушал, общался с друзьями, так или иначе проводил время. И вдруг это все кончается. Это все кончается. И вот смотрите, как раз вот Андрей на 18-м дне голодания и пишет. Попробую описать, что у меня происходит в голове. С одной стороны, давай, Андрей, выходи из голода, ты уже и так 18 дней проголодал. Видишь, другие живут полноценной жизнью, качают мускулы. Хрен их качать, знаете. Важно поддерживать мускулатуру, потому что нельзя жить ради мускулатуры, если вы на ней не зарабатываете. Поддерживать это в функциональном состоянии, это одно. Зарабатывать это совсем другое. А если вот так просто накачивать и тратить свою жизненную энергию, ресурсы и так далее, и так далее, на эти мускулы. И чем больше вы их накачаете, тем больше времени и сил надо будет уделять на их поддержание. Нет нагрузки, они будут спадать. Поэтому вы задумаетесь, еще разок, для чего вам накачаны мускулы. На какой, как бы сказать, процент мышечной массы вы готовы. Одно дело, чтобы вы функционально скакали, будем говорить, как мустанг. А другое дело, чтобы как тяжеловоз, когда надо там тягали. Это ваша профессия. Задумайтесь над этим. Далее. Заботиться о семье. Едя с друзьями на вечеринке. Вот, вот о чем я вам говорил. То есть у человека, помимо, как бы сказать, его образа жизни, существует образ мыслей, который поддерживает вот эти все... Этот стоит за образом жизни. То есть образ жизни определяет сначала образ мышления человека. Что и как с друзьями на вечеринке и так далее, качаться. И это считается полноценной жизнью. И тут сразу же важно отметить, что за каждой мыслью стоит та или иная сила, которая действует через вас. И когда вы, можно даже сказать, сущность, которая действует через вас, через ваши мысли, далее через ваши привычки, она удовлетворяет свои потребности. А мы думаем, что это мы. Вот полноценно живем, нам надо вот то-то, то-то, то-то сделать. Это очень большая разница. Чтобы вы понимали. И вот когда на голоде это все, значит, отрубается, и тут и начинается с вами, так сказать, вот это вот смятение в ваших мыслях и так далее, и так далее. Что это за смятение? Это именно вы в смятении находитесь? Или это вас заставляют свернуть на ту же протоленную дорожку, ведущую к разного рода заболеваниям и так далее, и так далее. Я думаю, ясно выразился. Продолжим. А с другой, а с другой, вот сам Геннадий Малахов меня поддерживает. Да я чувствую отлично себя. Это одни мысли. В общем, такие мысли постоянно крутятся. Чувствую себя хорошо. Хотя ощущаю, что чуть замедленнее реакции, но не сильно. Продолжаю голод. Вчера стула не было, но выходили газы. Газы, значит, что-то отгнивают. С уважением, значит, Андрей. Значит, сбросил 7 килограмм приблизительно. Так вот, за счет того, что на голоде идет работа в сознании, вы становитесь... И вот этих вот мыслишек, которые пытаются через вас пролезть, какие-то сущности мелкие и так далее, и так далее. Вы становитесь цельной личностью, цельной личностью, однородной, мощной. Ваша энергетика вот так вот на полноценную жизнь, в кавычках, не растрачивается. Что надо туда, надо сюда, надо то, то, сё, пятое, десятое. Вы становитесь монолитом и уже можете гораздо более эффективно решать какие-то задачи, которые, ну, вот, должны решить. Да, допустим, ага, построили дом, построили там дом. Не отвлекаясь на вечеринки, на барбекю, на качку мускулов и еще что-то. Ага, если, грубо говоря, вы там собрались качать мускулы после этого, то у вас уже все остальные мысли отпадают, вы настроены на это дело. Еще разок повторю, голодание – это огромный труд внутри вашего сознания по созданию цельной, однородной личности, где хозяином становитесь вы. А вот сейчас мы обратимся дальше к Сергею Матвиенко, который у нас проголодал и выходит из голода. И опять-таки идет огромная работа в сознании – это и мысли, и сны. И вот что творится в сонном царстве, когда, как бы сказать, обнажается ваша сущность бестелесной, бестелесной этой субстанции, то есть вы вот именно сознание. И что происходит с этим сознанием? Читаю. Сергей Матвиенко. Сегодня снился сон. Большие собаки начинают рвать меня на куски, хватают за кисти рук. А как раз у него что-то на кистях рук были какие-то эти, какие-то повреждения, какие-то болячки высыпали, да? Но я чувствую в руках столько силы. То есть человек стал более цельной личностью, более цельной. На голоде наша полевая форма жизни уплотняется. Что начинаю голыми руками хватать собак за нижнюю челюсть или верхнюю, или либо разрывать их на части, либо ломаю в стороны. Возрастная сила. Возрастная именно истинная сила, та, которая есть у человека. Причем с моей стороны все происходит с сильной злобой. Ну что поделаешь, с сильной злобой. Так, дело в том, что во снах, вот это когда, знаете, то есть у нас есть органы чувств. Есть органы чувств тонкие, которые, как бы сказать, перетекают в органы чувств в грубые, в физическом теле. Естественно, тонкие органы чувств, они намного острее. И сознание отлично понимает, с кем оно имеет дело, поэтому оно происходит с сильной злобой. То есть оно от тех патологических, грубо говоря, сущностей, которые прицепились к тебе, которые тебя довят, которые тебя делают больным, а у тебя раньше не было силы, не было силы, вот той силы, которая должна у тебя быть. Она появилась и, естественно, понимая, сколько вреда причинили тебе вот эти вот разного рода собаки-болезни, вы их с особой, так сказать, жестокостью от себя отрываете. А как иначе быть? Вас просто-напросто используют, разрушают, а вы до этого были бессильны. И когда, наконец-таки, набрались силы и все это знаете, понимаете, вы, естественно, действуете энергично, мощно, сильно. И это все выражается вот в таких вот эмоциях. Так, я очень зол, что на меня нападают и ломаю этих собак без сожаления. А, раз они без сожаления вас рвут, вы будете сожалеть, пусть они вас еще покусают, пусть они там попользуются вашими силами. И вы их так, ну, отойдите, ну, отойди. Нет. Знаете, вот все это на уровне голода, на уровне вот этого работы сознания происходит вот таким вот образом. И, видимо, за период непродолжительного утреннего сна так их наломался, что силы после пробуждения нет совсем. Вот такие вот вещи. А, какие силы? Вы потратили не столько физические силы, вы потратили эмоциональные силы, вы потратили психическую энергию, которая у вас накопилась на голоде. На голоде идет накопление именно вот этих вот психических сил, волевых, таких тонких, которые управляют вашим поведением, которые управляют вашей жизнью. И если их мало, вот так вот, как у Андрея получается, ага, вот, думайте, полноценная жизнь – это нечто иное. Это там гулянки, пьянки, это там покурил, там, сходил там на концерт, еще что-нибудь такое. Нет. Это совершенно иное. Так, рассмотрели этот случай, чтобы вы знали. Дальше мы читаем. Значит, Сергей Потвенко на книжку по записке «Голодающая-2». Значит, он пишет «Слушаю детку и хочу выйти посеком на снег». Надо ли, а то душа и тело сегодня не попадают. На голоде не надо никакого особого экстрима. Вот не надо. Вы еще не научились ни голодать, ни выходить, ни контролировать себя. Ни там, ни сям, ни пятое-десятое. И можете, будем говорить, таких вещей наделать, что потом неизвестно. Вы же, вот самое важное понимать, что вы не знаете, если вы попали в то или иное состояние, вот как я вам объясняю, как из него выходить. Что это такое вам показывает? Дальше, значит, Сергей Потвенко пишет. «Петрович, как-то уже совсем страшно стало». Вот видите, страшно стало. Вот когда не понимаешь, когда встречаешься с чем-то незнакомым, естественно, возникает чувство страха. А вот если бы все это делалось медленно, потихоньку, постепенно, вы бы все эти стадии прошли, и у вас не было бы страха. Потому что вы все это дело освоили, знаете и понимаете, как в случае чего помочь самому себе в той или иной ситуации, особенно на голодании, на выходе из него. Да и в жизни в целом. Особенно сегодня, не соберусь силами и все тут, а кушаю тогда следующее каждые 2-3 часа по полстакана простокваши, чередую с тыквенным соком и яблоко. Я уже съел. Правильно? В каком часу вечера здесь последний прием пищи? Делайте его за 2 часа до сна. Примерно так. И смотрите, вот есть такие растения, например, как тыква, которые обладают довольно-таки сильным противопаразитарным свойствами. Поэтому используйте их, вот их используйте и будет, будет очень довольно-таки хорошо. То есть они еще сделают какое-то такое интересное дело. Кстати, кстати, вот как раз за 14 декабря, за 14 декабря, а это когда, а это 24 часа назад было, значит, Сергей написал. Вчера вечером делал клизму, вышел хоть и переваренный, но хорошо узнаваемый оскорит. Вот мы живем и мы думаем, мы такие чистюли, мы такие-таки вот, ну, такие хорошенькие, у нас все в порядке. А там, на вот этом безалаберном питании, почему у нас и желудок болит, почему у нас и кишечник болит, почему у нас еще что-то там болит. Да потому что там полный-полно глистов и прочий конгломерат всякого рода паразитов самых разных мастей. Начиная от микропаразитов, грибков, там, анаэродные инфекции и кончая уже большими. Вот, ночью поднимался, пописать как же полтора часа, выпивал по полкружки воды и хорошо засыпал. Значит, полкружки воды, пейте теплую воду, теплую, особенно если у вас больной желудок, если вы ночью, для того, чтобы вы лучше расслаблялись и засыпали. То есть теплая, это где-то около 40 градусов вода, то есть температура тела чуть выше, но не обжигает. Если вы выпьете холодной воды, она вас наоборот возбудит. Так, внутри чувствовался запах сладкого гноя, именно он вызывал жажду. Значит, идет отгнивание, вот если, смотрите, полуразмарившийся, полупереваренный аскорид, то есть организм, вот, на голоде бывает так, что он не накапливает достаточно сил для того, чтобы вывести вот это вот своевременно, вот этих всех убитых глистов и так далее, так далее, так далее. И не начинает там разлагаться в виде гноя. Если, если это все начинает всасываться, идет интоксикация и так далее, и, допустим, как-то взять довольно-таки трудно, потому что очистительная клизма работает, работает там в толстом кишечнике, а это, грубо говоря, где-то там в тонком кишечнике. И вот тут для того, чтобы, знаете, организм своевременно освобождался от всего этого, ходите. За счет того, что вы идете, у вас вот такие инновационные усилия. И то, что имеется в кишечнике, оно вот так вот потихонечку протрухивается, протрухивается, протрухивается в нижележащие отделы. Вот. И вода, вот еще, почему еще воды хочется пить, чтобы всю эту вот бяку-каку разбавить и уже как-то так вывести. Почему требуется больше воды для того, чтобы снять интоксикацию. Так. Нос дышит. Теперь смотрите, нос дышит. Оказывается, нос и толстый кишечник, они между собой связаны, как и легкие. И если у нас имеется грязь в толстом кишечнике, вот там, он плохо поражняется, как правило, будет плохо дышать нос, потому что это все связано. Почему? Потому что тогда, грубо говоря, органы дыхания берут на себя функцию толстого кишечника по выведению всей этой заразы. Естественно, они не приспособлены, все это здесь скапливается. И начинаются проблемы у нас с дыханием. Поэтому своевременно очищайте нутро свое. И не забудьте еще разок, вот эти вот движения, когда мы с вами ходим, они помогают с тонкого кишечника все это спускать туда, в толстый кишечник. Так. Сплю под двумя одеялами. Правильно, спите под двумя одеялами, потому что на голоде, на выходе, это как раз вот начинает разыгрываться сухость и холод в организме. И эта сухость и холод, если их вовремя не уравновесить с помощью натирания, применения, значит, теплого душа прогревающего, прогревающих ванн, значит, вставление в анус этого самого сливочного масла, такой свечи, да, для того, чтобы она там все это смягчало, потому что там в первую очередь сохнет. И натирание тела, значит, оливковым маслом на выходе возникают очень и очень серьезные проблемы. Начинаются запоры, начинается несварение, начинается, грубо говоря, хаос в сознании, сон нарушается, да, много, а у женщин там вообще, женщина перестает быть женщиной. Так, значит, с 7 часов начала принимать сперва соки, а потом и простоквашу. И, кстати, вот тут, когда сок тыквы вы начали принимать, то он еще дополнительно, знаете, вот, грубо говоря, хоть он, может быть, и немножко действует на паразитов, но на голоде, когда создалась вот эта вот обстановка, которая уже их приглушила, придавила и, возможно, даже это убила, значит, вот, малейшего чего-то противопаразитарного достаточно для того, чтобы их просто-напросто уничтожить. Кстати, должно не один выйти глист, а должно выйти клубок этих глистов. Плохо, что сделали унитазы, что сразу все смывается. У меня унитаз, я специально поставил в доме унитаз у себя, вот, в кабинете, чтобы была ровная вот эта вот сначала, как бы сказать, площадочка, на которой видно, что с вас вышло, а потом уже вы смываете. Но они ничем не интересуются, никак, не чтоб нас мыл и забыл. А что там в нутрях? Да. Так, поехали дальше. Так, по простокваше остановился на трех ложках каждые 2-3 часа. Важно не переедать. Вот смотрите, если вы кушаете вот то, что я вот порекомендовал, а я порекомендовал, это не зря. Вот эти вот, грубо говоря, сок морковный, тыквенный и, значит, этот самый простокваша, они еще не так, как бы сказать, напрягают организм на то, чтобы он как можно быстрее там перестраивался с этого самого, с голодания на питание. Они поддерживают процессы голодания, и при этом идет дальше, идет, идет, идет еще работа, и их это хорошо. Да, и, ну, организм не может сразу там усвоить, грубо говоря, вот 3 ложки каждые 2-3 часа, там, простокваша, там, сок или еще, он еще усвоит. А вот попробуйте, думайте, усвоил нормально, вот тут большое заблуждение. А съемка я 6 ложек, там, допустим, съедает 6 ложек, и все, чувствуется, переел. Как он там вместо этого самого простокваши хлебанул сметаной? Ну, вы ж в рот возьмите и чувствуете, вы же чувствуете, что это сметана, а не простокваша. Какого ж хрена вы его глотаете? А потом все это лежит и вырывается. Видите как? Так, пил концентрированный тыквенный сок, он вызывал небольшой дискомфорт. Но чуточку разбавляйте его кипяточком, опять-таки, все должно быть теплое. Не сразу, даже на сок организм не сразу настраивается. Последний раз простоквашу принимал в 19.00, 3 ложки и больше ничего не принимал, поскольку чувствую, что на сегодня хватит чего-либо. Это очень хорошее чувство. Вот, даже знаете, когда человек был обжорой раньше, но провел как-то вот, ну, примерно как, смотри, большое такое голодание, организм уже сам начинает ему подсказывать, вот этого хватит, или еще чего-то, или еще чего-то. Важно прислушиваться. Важно не пойти на поводу своих вот этих вот желаний, вот сейчас наесться, 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 и все, как только наелись, все. Пью только воду. Хорошо. В 21.00 сходил в душ, смазался оливковым маслом. Правильно. То есть прогрелись под теплым душем. Далее. Смазали с оливковым маслом, для того, чтобы в сухость и холод не было. Вставил в ампулу прямой кишки замороженное масло сливочное. Правильно. Очень правильно. На ночь. В животе булькает, пускай булькает, клизму не дел. Сегодня вроде бы и устал, а сон почему-то не торопится, хотя уже 22-30. Значит, как на голоде, так и на выходе его. Бывают вот эти все эти проблемы со сном. Особенно если человек где-то после обеда ляжет отдохнуть и вместо 30 минут, допустим, полтора часа поспит или еще что-то такое. Ну, это естественно. В дальнейшем все это потихонечку наладится. После приема домашней простокваши во рту четко ощущается кислота и, что очень важно, слюна. То есть, настолько бывает иногда организм поражен разного рода шлаками, что у него свободной воды нету. Вроде бы он и весит много, а вся эта вода у него связана со шлаками, чтобы как-то их удержать, как-то их это... А, вот там на слюну и еще на что-то не хватает. То есть, не стало той сухости во рту, которая столько времени меня мучила. Не только во время голодания, но и до него. До него. Видите, что это? Чувствую, что стал более доброжелательным к окружающим. А до этого я как раз много сейчас рассказывал о работе со своим собственным сознанием. Идут колоссальные процессы в вашем сознании. Вот доброжелательность. Почему доброжелательность начала проявляться, а какие-то эгоистические мысли, чувства ушли? Да потому что они питаются вашими негативными поступками, вашими негативными мыслями и так далее. Которые в большинстве своем связаны с питанием и крутятся вокруг образа жизни, который связан с питанием. А питания нету и все, и они отмирают. И вот это потом как голодные собаки бросаются на вас, чтобы порвать, чтобы хоть как-то. Но вы-то уже становитесь гораздо сильнее. И поэтому в основе, допустим, человека, сильного человека, когда он сильный, у него проявляется основная черта – это доброжелательность. Когда он понимает, что от вас брать, когда это у него есть. Вот это очень большое. Когда человек богат, когда имеет все, когда он знает, как это наживать, как это сохранять и так далее, то в основном он доброжелательен. Конечно, огромная масса людей, которые хапают, 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 хапают и никакой доброжелательности не проявляют. Наоборот, они проявляют злобу, чтобы другие у них это не отобрали. Но по-настоящему, если у вас, вот какая-то, вы приобрели вот это, вот у вас есть вот это вот, и Сергей точно подметил, доброжелательность к окружающим, желание поделиться теми знаниями, которыми вы обладаете, тем здоровьем, которое вы имеете. Да берите, да вот же оно, но, 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 года два назад подарил своим девчонкам, девчонкам по комплекту домашних ночных костюмчиков, в те времена торговал им. Так они оделись и вышли ко мне со словами, зайди к себе в комнату, у нас для тебя сюрприз. Вышли красивые, любимые, не выдержал, обнял обоих. Ну вот, вот это уже проявляются, вот эти, знаете, простые человеческие ценности. Ну вот, 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 вот это вот оно есть. В целом самочувствие добра, это хорошо. Дальше. Очень хочется поскорее поменять жизнь к лучшему. Ну вы начали меняться. Для того, чтобы поменять жизнь к лучшему, знаете, надо, надо просто-напросто изучить самого себя. Вот как я изучил самого себя и все это выложил вам, чтобы вы слушали уже, я надиктовал целительные силы том 4, как работает наше сознание, как оно там вот тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. И вот тогда начинаете понимать самого себя, самого себя понимать, и у вас жизнь меняется к лучшему, к лучшему. И не из-за того, что вы больше там денег зарабатываете или еще. У вас отношение другое. И это отношение гораздо сильнее действует на вашу психологию, психику и так далее, и поведению, нежели вот большое количество денег, которое там удалось там заработать или еще. Вот это очень интересный феномен. И сердце же он начал его чувствовать. Чувствовать, да. Но я не тороплюсь. Но важно, чтобы возле вас, как бы сказать, в вашем сознании, был своеобразный страж, который бы контролировал. Контролировал. То есть важно самого себя контролировать. Чтобы вот чувство самоконтроля у вас было. И тогда уже все начнет совершенно по-другому работать. Сегодня прослушал записки голодающего и понял, насколько большим объемом информации вы обладаете. Не все я тут вам рассказываю. Потому что не то, что вы там не готовы. Вы даже таких вопросов не задаете. А раз вы не задаете таких вопросов, то что-то дай говорить. Вы просто не задаете таких вопросов. Стало грустно и понятно, что моих собственных знаний никаких и нет. Но они и есть все-таки. Вы что-то, что-то, каждый человек что-то для себя, жизнь дается для того, чтобы как урок. Он проходит этот урок и что-то у него откладывается. Делаются какие-то выводы и так далее, так далее. Не надо так говорить. Все откладывается. Все это. А ведь, как и раньше, кичился якобы своими знаниями. Ну, бывает такое. Какая гордыня сидела во мне. Бывает такое. Но гордыня шла от родителей. Я единственный избалованный ребенок в семье, рожденный в поздние годы. И мать буквально сделала для себя святого. Вот это никак не надо делать. Только что-то, если вы поставите что-то выше Бога, вам дадут в очень жесткой форме понять, что этого делать не надо. Вплоть до того, что просто-напросто предмет вашего обожания заберут в самой больной форме. Не делайте этого. Все для меня и в голове не было и мыслей, что может это не так быть. А вот откуда такая трусливость, я тем не понимаю. Хотя нет. Понимаю. Отец был очень труслив. Да и мать. Хотя она ведь грозная была. А всегда тоже боялась. Но боялись, когда человек создает свое благосостояние, он очень боится потом его как-то потерять. И вот отсюда возникает трусость и предательство. При любом каком-то случае, когда на одной стороне, грубо говоря, ваша комфортная жизнь, а другой стороны будет судьба другого человека, многие выбирают себе комфортную жизнь. Да хрен с ним. Пошел, да и пошел, да. Хотя мать была главной, главой семьи и зарабатывала она. Она первая вышла на рынок торговать, когда с работы выгнали. Вот жизнь наша выгнали. Вот выгнали с работы. Знаете, вот мы народ. И мы смотрим пассивно. Мы ничего не можем сделать. Ничего не поменять, ни закона, ни как-то что-то кого-то выбрать. И в результате нами пользуются как расходным материалом. Ёморист. Кошмар. Задумайтесь. И теперь цель. Вот мы с вами все это, так сказать, голодаем, что-то там делаем. Какие-то совершенства. Да чтобы у нас в конце концов возникло вот оно понятие, что мы главные, а не те людишки, которые нами заправляют и используют в своих целях. Им наплевать на нашу жизнь, на наше благосостояние. Но вот когда вот это вот, вот это вот у нас созреет в головах, и мы скажем, слушай, хоррэ. И будут стоять действительно те люди, которые знают, которые могут. А как только они не знают и не могут, сменим и других поставим. В дальнейшем это мероприятие принесло немало дохода. Отец и пил постоянно, потому что был страх перед жизнью. Была неудовлетворена в своем теле. У него было к 50 годам большой горб на лопатках. Ну все это же, можно работать чуть-чуть, что это там такое. Чего его согнуло? Горб на лопатках, это, представляете, у вас стоит какая-то энергия болезнетворная, чужая, которая даже вам горб гнет и заставляет жить. Вот она сидит на вас, представляете. Вот, сгибает вам позвоночник и еще заставляет, чтобы вот это пить или еще что-то, или еще что-то, или еще что-то делать в угоду не вам, а вот этой сущности, которая вас поработила. А вы даже не понимаете, что это не болезнь, а это сущность, которая вас поработила. А все остальное, что выражается в виде болезни, это ее следствие. И вот на голоде, на голоде вы даете им настоящее сражение. Ну я говорю, это голод должен быть за две недели и дальше. Это вот такой голод. К нему надо подготовиться. Так, между прочим, да. Но в более раннем возрасте такого не было. Не было. Даже есть фотки, где мне три года, у нас семейная черно-белая фотосессия, и там ему 38 лет. Так вот, отец всегда прятался от своих проблем с первой раз за водкой. А когда работу престижную потерял, именно на ней отсюда или квартиру, которая сейчас принадлежит мне, а потом просто целыми днями где-то прятался, и никак не помогал матери, и все хозяйство было на ней. Значит, записки голодающего два. Сергей Матвиенко. Петрович, слушаю ваших керосинщиков и восхищаюсь. Это же целый радиоспектакль. Написал и надиктовал его я для вас. Мне это напомнило детство, когда еще из проводного радио звучали разные радиоспектакли. Как мне нравилось их слушать. И здесь стою, варю молоко для закисания и прислушиваюсь мою посуду, еще сильнее прислушиваюсь. И в какой-то момент так мне стало хорошо, как в детстве. А книги мои, оказывается, обладают вот таким вот действием. Понимаете, они все-таки побуждают человека вот раскрыть. Я же писал не просто так, чтобы что-то написал, а я же сам переживал это. Что во мне там сидело? Что меня ломало? Что я ломал? Поэтому вы все это слушайте. Съел 50 грамм творога с капелькой меда. Творог, правда, покупной, но все равно очень вкусно. Ни в коем случае не переесть. Ох, это опасно. Думаю, наварить творога самому, попробую, а что банка молока 270 рублей, а как варить, гляну в интернете. И точно так буду делать. И видео. Ряд такой приятный, с удовольствием, прошелся по городу. Ну, отлично. Вот когда налаживается жизнь, налаживается она, то начинается действительно приятно, приятно жить. Так, дальше Сергей Матвиенко пишет, буквально два часа назад. Надо, чтобы вы меня поругали. Вчера, на сегодня, вы мне разрешили съесть два яблока. Так, я их с утра съел оба. Еще одну столовую ложку простокваши, половину столовой ложки кукурузной каши. С кукурузной кашей, значит, посмотрите, осторожно, вот эту кашу, если вы на кашу уже пошли, значит, кашу должны съесть отдельно от всего, прожевать. Если вы просто пропихнете, то вот этот крахмал, который должен у вас здесь во рту обработаться, он сразу же попадает, грубо говоря, необработанный туда, и пошло уже самоотравление. Чтоб такого не было. Четыре столовой ложки непроцезанного яблочного сока. Натер ребенку яблочного сока. Самочувствие очень хорошее. Сегодня хочется поработать. Ребенок проснется, пойдет в гараж, подремонтируем машину. Так, я сегодня спал с 23 до 3, а потом с 5 до 7. Выспался, снил сосун. В моем поселке, где я живу, идет масштабная эвакуация прямо по всему поселку. Без исключения. Бегут, все в том числе бегут. И я вместе с Антоном, его родителями, бедные родители. А Антон, это мой друг, даже не друг, так в одном дворе жили в Азерис, который имеет серьезное психическое расстройство. Родители держат его на таблетках. А вот если не было психического расстройства, важно понять, с чего это случилось. Так, ну ладно. Так вот, бежим все, именно бежим, не едим. А в душе есть ощущение конца. Все понимают, что после эвакуации, то ли ядерный взрыв, то ли что-то такое, что дальше жить не позволит. Добежали мы до почты и остановились. Оголел поселок, поселок пустил. Подумал я остался в нем. На этом проснулся. Ай, к сожалению, к сожалению, сны такие идут неспроста. Но мы об этом не будем. И на этом мы и закончим. Так вот, немножечко поговорим о благотворительности. Все люди во все времена поддерживали добрые, хорошие начинания. И если вы чувствуете, что моя работа приносит пользу, проявите свою благотворительность на развитие вот этого дела, которое помогает. Потому что о здоровом образе жизни, настоящем, таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлик и прочих, никто не говорит. Только здесь, на канале. Об этом полноценно, во всем объеме и улыбленно рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья. Есть особый день в году. Наступает темноту. Новым годом он зовется. И для всех людей дается. Шелестят конфет, отвертки, там, как мандарин, стоит. И наряженная елка огоньками нас манит. Веселись, веселись, веселись народ. Наступает, наступает Новый, Новый год. Он врачу нам несет, он в танке нам стоит. Радость и любовь нас ждет. Это Новый, Новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жарно ждем. И подчекание покалом ходит счастье в каждый дом. Веселись, веселись, веселись народ. Наступает, наступает Новый, Новый год. Наступает, 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 Новый, Новый, Новый год. Радость и любовь нас ждет. Это Новый, Новый год. Наступает, 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 Субтитры сделал DimaTorzok